Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В связи с пандемией коронавирусы безработные имеют право сейчас на повышенное пособие. Также на каждого ребенка получают по 3000 рублей. Из-за высоких пособий, порой равных зарплате, которую предлагают кировские предприятия, люди отказываются работать. С такой проблемой, например, столкнулся агрохолдинг Дороничи. А в одной из организаций Белохолуницкого района уволилась половина сотрудников, предпочтя зарплате пособия. Тем не менее, на осуществление повышенных выплат по безработице из областного бюджета выделено почти 940 миллионов рублей. Программа Экономика. Сотрудники областных министерств подали ложные декларации о доходах. О нарушениях сообщила областная прокуратура. Она проверила сведения о доходах за 2019 год работников Министерств лесного хозяйства и охраны окружающей среды. Выяснилось, что 7 их сотрудников и один руководитель подведомственного учреждения предоставили неверные данные. Региональным министрам внесены представления об устранении нарушений. Ранее прокуратура обнаружила занижение сведений о доходах сотрудниками Министерства финансов Кировской области и УМВД. 24 человека уменьшили свои доходы на суммы от 10 до 192 тысяч рублей. Экономика. На 101 ФМ. За 5 лет в Кировской области стало в 4 раза больше супермаркетов. При этом вдвое сократилось число палаток и киосков. Сейчас в регионе 304 гипермаркета и супермаркета. Большая часть из них принадлежит федеральным торговым сетям, которые зашли в регион при прошлом руководстве. Если брать такой показатель, как обеспеченность жителей площадью торговых объектов, то за последние 5 лет в Кировской области этот показатель вырос в 2 раза. Он больше, чем в среднем по России и ПФО, сообщает Кировстат. Всего в нашей области более 10 тысяч торговых точек, включая не только магазины, но и киоски, палатки, аптечные пункты. Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 78 рублей 13 копеек, евро 91,66. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова